Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Пишут сегодня о том, что в юбилей Пугачевой, 75 лет, Собчак таки сняла фильм о ней. Фильм сняла в таком очень положительном ключе. Она даровала нам свободу и так далее. Там выступили многие известные люди, которые, скажем так, вот это вот явление Пугачевщина, они, может быть, и не входили, но получили, что называется, разрешение при этом явлении зарабатывать и хорошо жить. Вы знаете, друзья, ну, в последнее время говорят, что кто к Собчак на интервью сходил, тому совсем туго придется. Но, тем не менее, в данном случае поговаривают, что это может быть очень хорошим ходом для возвращения Пугачевой в Россию, потому что вы видите в Израиле, что происходит, на Кипре жара. То есть, ну, все, кто уезжал, сейчас сообщают, что они продолжают и никуда не уезжали, живут в России. Ну, а как по-другому? Еще раз приведу в пример даже самый смешной случай. Ту же Арбакайта, который приехал из Америки, в Питере на концерте заявила, что она никуда не уезжала, живет в России, и тут же уехала в Америку дальше зарабатывать по барам. Потому что здесь уже люди не оболванят, все поняли и сказали, хорош уже, дура, угнать, никаких концертов. Но в Питере все-таки далее. Понимаете, этот фильм, ну что, ну, в таком ключе положительном о Пугачевой. Ну, и я не думаю, что, вы знаете, на людей можно вот так воздействовать. Даровала нам свободу, еще что-то. Мы сегодня с вами говорили, вот у Голованова я прочитал, она еще в 83-м году задумывала бежать во Францию, рассказала ее переводчица, сотрудница КГБ. В 90-м году, она говорила, если бы эта женщина знала, как в Европе живут, она бы не говорила, что здесь хорошо живут. Этот человек ментально близкий к Западу еще с советских времен. Потому что она ездила, видела, и она понимала, что там лучше. Что этот человек будет делать в 90-е годы? Развивать патриотизм, духовность, своими песнями, не знаю, там, тащить на сцену таких же людей. Нет, конечно, еще раз говорю, Наджиев, бриллиантовый русский песен России, где он был? Киркоров лучше, зайка моя, я твой тазик. Так оно и пошло дальше. Поэтому нужно зрить в корень и понимать, что фильм, который снимает Собчак, которая ворола всей стране относительно своего второго гражданства, а она получила паспорт, значит, да, израильский, а потом сказала, да я, вы знаете, да я вот, меня не спрашивали, я и не говорил. Ну, мы все это понимаем и видим, и это просто люди с очень схожими взглядами. С очень схожими взглядами, но у них общее тоже есть одно. Они деньги зарабатывают здесь, в России, и там они ничего не заработают, и никому они не нужны. Поэтому у них общее одно – это строить из себя патриота, сколько можно там, хотя Собчак даже не пытается, так сказать, говорить, что она, в общем-то, особо сильно не испытывает каких-то патриотических чувств, и все это ей чуждо, то, что сейчас происходит, и все это ей не нравится. Она все это высмеивает, если публикацию почитать, это все это видно. То же самое делает и Пугачева. Нормальные люди не поедут туда, понимаете? Это все люди, которые присосались в России для того, чтобы зарабатывать деньги и выводить их туда. Собчак сидит с великолепным, замечательным, мной очень любимым, я его очень уважаю, этого артиста Пенкиным, и спрашивает, а что нельзя, говорит ему, в одной стране жить, в другой работать? Он говорит, Господь, с вами, я советский человек, для меня это предательство. А для нее нет, понимаете? Для нее это не предательство. Для нее жить в одной стране, а работать в другой, например, в России зарабатывать, а деньги выводить и жить там – это не предательство. Это комфортно. И она никогда не поймет, почему люди выбирают Россию, если им некомфортно. Ну, просто потому, что нигде душа российского человека, русского человека не будет больше себя чувствовать так одухотворенно. Нигде ты не почувствуешь эту широту. Еще раз говорю, я этот Дубай, вот на карте смотрел сейчас Иран, Иран-Израиль, мне было просто интересно, что за государство, и ракеты там дали, куда они вообще полетят? Ну, это же вот, вообще, вот, там городишко совершенно небольшое, высокотехнологичное пусть, там еще что-то, я не знаю, там жарище. Вот хочется выйти, знаете, вот, не знаю, там, загородный дом или дача в России, ты выходишь, и вот поля, луга, леса, еще раз повторю, понимаете, ты чувствуешь вот это величие, эту широту, и внутри откликается, что вот эти деревья великолепные, просто фантастические, и все есть, понимаете? Там ничего нет, там люди, наоборот, мечтают о чем-то, хоть о клочке того, что есть у нас, но нам вбили в башку с 90-х годов, в голову, извините, что там лучше в какой-то степени, ведь молодежь несколько поколений выросла на этом, что там лучше. А чем лучше-то, никто не говорит. Поэтому, друзья, вы знаете, и еще одно время ведь как говорили, тот, кто говорит, что там лучше, он старается как бы сказать, он не понимает, или он, наоборот, понимает, что там лучше, но старается как бы отработать повестку, якобы, для тех, кто, может, еще там не был. Так поезжайте, посмотрите, какая проблема-то. Чего все возвращаются оттуда? Почему? Он недавно смотрел «Релаканты», семья молодая, с 22-го года они, так сказать, бомжуют по Европе и там по другим странам. Они говорят, мы 20 стран объехали, поняли, нигде лучше, чем в России нет. Зубы не вылечить нормально, медицины нет, нигде нормально, ничего нет, только в России все это, и доставок нет, нигде нормальных, ничего нет. Везде мигранты там хлеще, чем у нас в 300 раз. В итоге в России лучше всего. Все, вернулись, оборот. Поэтому нужно четко понимать, фильмов может быть очень много, но мое отношение, оно одно. Это люди, которые ментально ближе туда. Вот голая вечеринка. Советник Шойгу Ильницкий сказал, это ментальная агрессия против России. А ведь Пугачева тоже была сына агентом Галкиным на вечеринке. Только она была тогда еще не совсем голая. В 21-м году, посмотрите, в ресторане «Прага» проводила Ивлеева свой день рождения. Это тоже была Ивлеева, они туда приезжали. Это собирались все, кто разбежался, кто куда мог. Понимаете, в чем дело? Поэтому она, конечно, будет в положительном ключе. Потому что для нее это человек, который может продвигать эту повестку. Но, конечно, с моей точки зрения, все эти люди... Вот кто уехал, ну, конечно, здесь нужно очень аккуратно говорить. И здесь компетентный орган, который в этом... Я свое частное мнение говорю. Кто уехал, тем более высказался, нормально люди не поедут туда закрыть въезд, запретить въезд. Вообще, чтобы они никогда здесь больше не появлялись. А те, кто внутри страны, видно же красной нитью, что человек против, он делает фильм о Пугачеве в положительном ключе. Понятно, что в положительном ключе тоже сейчас момент такой. Люди негативно относятся, сделай в положительном ключе, что ты сделаешь? Ты ненависть усилишь, потому что они посмотрят что-то хорошее. Непонятно, так сказать, что она делает в этом смысле Собчак и ее истинные намерения. Но на самом деле, на самом деле, мое мнение, что их просто нужно тоже отправлять отсюда. И вообще сделать одно гражданство. Вот мое мнение, друзья. Я отдельно снимаю об этом ролик. Потому что, вот как Пенкин замечательно сказал, это просто мое мнение, это мое мнение, просто предательство. У тебя не может быть две мамы, понимаете? Две мамы быть не может никак у тебя. У тебя может быть только одна мама. Вот так же с родиной. У тебя не может быть два паспорта. У тебя только один паспорт может быть. И только перед одной родиной ты несешь, так сказать, там, не знаю, обязательства, обязанности, права там, получаешь какие-то и так далее. Если это две родины, то это уже вопрос очень такой, знаете, у человека в голове две мамы. То есть для меня это человек, который 50-50, понимаете, как это называется? Я не знаю, как правильно сказать, вы понимаете. Поэтому, не знаю, что называется, будем посмотреть. Я не буду смотреть, потому что особо и времени нет. Хочется, так сказать, больше, наверное, чему-то приятному или детям уделить время, чем смотреть этот фильм. Но если вы посмотрите, напишите ваши впечатления, друзья. Мне кажется, что, я еще раз говорю, это люди, которые друг про друга будут фильмы снимать, которые понимают прекрасно, что мы в России зарабатываем деньги, глубинный народ. А, значит, для Собчак она вообще, Пугачева, некий ориентир того, как можно было оболванивать столько лет все население, зарабатывать деньги и потом спокойно уехать и послать всех. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой второй канал, полноценный второй канал в Телеграме, Будда Гришна Новости, Телеграм-канал. Новости выходят круглосуточно, очень серьезные новости. Это и Паводок, и СВО, и кадровые перестановки, и внутренняя повестка России, и другие государства, внешняя политика. Все с моими комментариями круглосуточно. Обязательно подпишитесь, думаю, вам будет интересно, потому что здесь площадка такая, что много чего не обсудишь. Телеграме более свободно. Второй мой канал, Телеграм-канал Будда Гришна Новости, жду вас там. Друзья, я приглашаю вас на свой сайт буддагришна.ком. Для бизнесменов, предпринимателей там есть уникальное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые уже сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.